Мы продолжаем заседание секции алгебры и наш следующий докладчик Максим Александрович Семенов из математического центра имени Эльерарда Эйлера, Санкт-Петербургский государственный университет. Нет, Амиран. Амиран. Саша, пожалуйста. Спасибо. В первую очередь я хотел бы поблагодарить организатор секции и, честно говоря, Владимиром за то, что был в последний момент доклад в программу включить, за что я благодарен. На самом деле я уже на нескольких конференциях на близкие темы доклада делал, поэтому, возможно, часть материала будет для кого-то из слушателей не новым. Но, с другой стороны, поскольку здесь собрались не только специалисты по теории групп, а более общая секция алгебры, я постараюсь сделать доклад сегодня менее техничным, ну и так, чтобы он был доступен к широкому округу алгебраистов. О чем пойдет речь? Что такое 2-3 порожденная группа? Это группа, которая может быть порождена элементом порядка 2 и элементом порядка 3. Сразу же возникает вопрос, а почему ли на 2-3 порожденные группы чекают, чем вызван интерес именно к ним? Ну и, конечно же, ответ такой, что, во-первых, можно рассматривать и более общую задачу, рассматривать так называемые МН порожденные группы при произвольно фиксированных параметрах М и Н. И результаты такого рода тоже известны, я о них сегодня говорить не буду, но в целом и общая картина, и методы, которые при этом применяются, они похожи на случай 2-3 порождения. Ну а все-таки, почему же именно 2-3? Ну, во-первых, это в каком-то смысле самый первый случай, именно нетривиальный случай, который возникает. Ну, нас вообще вот интересует сдача описания групп, которые порождены небольшим числом образующих, с какими-то условиями на их порядке. Одна образующая случай неинтересная, группа циклическая, две образующие порядка 2 тоже неинтересны, группа диетральная, все хорошо их представляют. Ну и дальше уже вот возможно разветвление. Можно увеличивать число образующих, сохраняя порядок 2, я об этом вчера рассказывал Яков Нефантьевич, а можно оставить две образующие и менять порядки. Ну и вот и первый метриальный случай, который возникает, это как раз в случае 2-3 порождений. Ну и есть и вторая причина, более глубокая. Вот такая известная группа, которая у нас название модулярной группы, группа целочисленных 2 на 2 матриц с определителем 1, профакторизованная по центру. Здесь я пишу матричное образующее, но и всегда подразумевается, что по центру мы профакторизовали. Так вот оказывается, что эта группа, это хорошо было известно еще в классике в конце 19 века, что эта группа, есть свободное произведение от циклических групп порядка 2 и 3. То есть вот есть вот эти две образующие, их проективный порядок 2 и 3, и между этими матрицами никаких других соотношений, кроме тех, которые следуют условия на их порядке, больше нет. Ну и таким образом, если мы к 2-3 порожденным группам добавим еще 3 выраженных случая, то есть 3 реальную группу, циклическую группу порядка 2 и циклическую группу порядка 3, это вот в точности гомоморфные образы модулярной группы. Ну а она, я уже сказал, возникала во многих областях, достаточно применять аналитическую теорию чисел, теорию модулярных форм, и там как раз с этим возникали вопросы о нормальных подгруппах этой группы. Ну и вот первый тривиальный пример, который у нас возникает, скажем, если мы зафиксируем модуль M больше единицы, то у нас возникает естественный гоморфизм по модулю M, вот из модулярной группы на квасель 2, над кольцом вычетов, вот такое у него ядро, и само ядро гамма-аттер называется главной конкуренцией подгруппой, а ее надгруппа просто конкуренция подгруппами. Вот это те группы, связанные с модулярной группой, которые возникают в теории чисел. Но оказывается, что структура нормальных подгрупп модулярной группы, а значит и структура гамма-аттерных образов, гораздо более богатая. Существует очень много нормальных подгрупп, не являющихся конкуренцией подгруппами, и даже нормальных подгрупп конечного индекса, не являющихся конкуренцией подгруппами. И поэтому задача описания, ну, как соответствующих нормальных подгрупп, так и гамма-аттерных образов становится весьма и весьма материальной. Ну и первый вопрос, который здесь можно задать, а вообще, можно ли рассчитывать на какую-нибудь разумную классификацию 2, 3 порожденных групп? В общем случае, ответ отрицательный, потому что, в качестве примера, что здесь может возникать, результатов ШУПа, можно вывести, то существует континуальное семейство попарно-анезоморфных, бесконечных, простых 2-3 порожденных групп. Ну и даже если ограничиваться конечными 2, 3 порожденных группами, то в общем случае вряд ли тоже разумную классификацию получить удастся. Но можно сделать первый и важный шаг. Вот давайте заметим, что если мы к классу 2, 3 порожденных групп добавили вот эти 3 выраженных маленьких статистические группы, то у нас получившийся класс будет замкнуть относительно взятия гомомарфных образов. И поэтому, естественно, вопрос, а какие конечные простые группы могут быть 2-3 порожденных? И вот об этой задаче сегодня речь далее и пойдет. Но прежде чем говорить о тех результатах, которые здесь известны, я еще одну задачу продолжения этого сформулирую. Вот еще один класс групп, так называемые 2-7 порожденные или Горвицевые группы. У нас какое-то дополнительное условие возникает. Опять 2 образующих, порядка 2 и 3, но еще появляется условие на порядок произведения. Это произведение равен 7. Ну и Горвицевая группа это конечная 2-7 порожденная группа. И опять вопрос, а почему мы остановимся вот на таком выборе 2-3-7? Опять же, можно понимать 2-7 порожденные группы как метривиальные гомомарфные образы группы треугольника как с параметрами 2-3-7, группы заданы образующими соотношениями. Опять же, вместо набора 2-3-7 можно ставить в принципе любой набор показателей. Такие обобщенные группы треугольника возникают. Ну и вот как такие группы устроены. Оказывается, их структура тесно связана с суммой обратных величин показателей. То есть, если сумма обратных величин этих показателей больше единицы, то группа обязательно конечная. А если сумма равна единице, группа бесконечная, но устроена очень просто. То есть, у меня есть нормальная Абелева подгруппа конечного индекса небольшого ранга Абелева группа. Ну и вот интересные случаи, когда сумма обратных величин меньше единицы. Опять же, с этой точки зрения набор 2-3-7 это первый возникающий набор. То есть, это вот первый случай, для которого сумма обратных величин меньше единицы. И если мы ограничимся только такими наборами, максимум как раз достигается на наборе 2-3-7. Прежде всего, в выборах приближных единиц. И опять же, и в этом случае есть вторая причина, почему такие группы, почему эти группы оказываются интересными. И связано это с теорией рима над поверхностей. Вот тоже было вчера в дискуссиях между докладами уже эта тема тоже упоминалась. Значит, если у нас есть компактная комплексная римная поверхность, рода по крайней мере 2, Горгитт доказал, что группа автоморфизмов, комплексы автоморфизмов, это автоморфизма, сохраняющая комплексную структуру, она конечна. И получил оценку на порядок этой группы в терминах рода. Понятно, почему здесь не род единица. Для единицы это эллиптическая кривая, там группа автоморфизма бесконечна. А вот для рода больше равен 2 группа автоморфизма будет конечна. И это оценка точная. То есть на самом деле существуют примеры, когда достигается равенство. И опять же, естественно, спросить, можно ли дать характеризацию тех групп, которых здесь достигается максимум. То есть давайте зафиксируем группу порядка, возьмем определенную группу, порядок которой делится на 84. И при каких условиях на эту группу есть именно поверхность рода G, для которой эта группа является группой автоморфизма. И удивительный ответ, что это происходит в точности тогда, когда группа G будет. Почему такие группы стоит рассматривать? Ну вот теперь я постепенно перейду к обзору известных результатов. Наверное, больше я поговорю про 2-3 порожденные группы. И там есть надежда, что сейчас мы уже знаем абсолютно точный ответ. Для, поскольку я обещал в анонсе поговорить про открытые проблемы, то в конце доклада, если останется время, скажу, что происходит с вырубцами на группу. Ну вот опять же, давайте напомню, хотя у нас в конференции уже, эта классификация возникала, как устроены конечные простые группы. И просто нужно будет объяснить некоторые обозначения, которые здесь возникают, которыми, чтобы можно не специалисты в теории групп не так часто сталкивались. Значит, вот как устроены конечные простые группы? Есть циклические группы простого порядка, но нас они не интересуют, потому что они не 2-3 порожденные. Есть знакопеременные группы... Ой, так, извините. Циклические два раза. Да, циклические два раза. Надо будет указать, как он окончательный вес слайдер. Спасибо за наблюдательность. Есть группы, так называемые группы типа Ли. Их можно тоже описывать по-разному. Сейчас я конкретные конструкции приводить не буду. В принципе, о них можно думать, как о каких-то группах матриц, сохраняющих какие-то геометрические структуры. Это тоже полезная вещь. Ну и есть 26 исключительно справляетических групп, которые в эти серии не вкладываются. Вот среди групп типа Ли выделяют классические серии. К ним относятся линейные группы. Опять же, для тех, кто с группами над конечными полями работать не привык, но знают классические группы над вещественными числами. Но здесь тоже есть довольно хорошая аналогия. Можно в нескольких словах описать, как они устроены. Значит, линейные группы. Мы берем группы матриц n размера n с определительной единицей и факторизуем по центру. За несколькими маленькими исключениями, ранга n2, маленькими полями, группа будет простая. Я здесь не пишу исключения, когда группа не будет простой. Унитарные группы. Берем группу изометрий некоторой эрмитовой формы. Над полем порядка u в квадрате есть с точки зрения дуэрмитовой формы ровно одна невырожденная эрмитовая форма. Поэтому от выбора формы здесь ничего особо не зависит. Ну и опять наберем унитарные матрицы, определитель 1 и факторизуем по центру. Здесь тоже я хочу сделать предупредение. Для унитарных групп есть разные традиции в обозначениях. Есть традиции атласа. Я вот следую кунду картера simple группов B-type. То есть здесь как раз в параметрах в квадрате это размер поля, над которым рассматривается матрица. Есть синкриптические группы. Это группа изометрии космосимметрической формы. Опять же, в любой четной размерности над конечным полем есть ровно одна эквивалентность невырожденная форма. Так что здесь все хорошо. И есть ортогональные серии, которые в конечном случае тоже требуют некоторого пояснения. Дело в том, что да, опять же, если описывать ортогональные группы, там есть разница между характеристикой 2 и нечетной характеристикой. Опять же, чтобы не вдаваться в технические сложности, характеристику 2 я сейчас опущу, хотя группы в таком же количестве получаются. А для нечетной характеристики там что происходит? У нас в каждой размерности есть ровно две невырожденные квадратичные формы. Ну и есть вариант, который их хорошо различает. Например, дискриминант формы по модулю квадратов, группу квадратов в поле. Но в нечетной размерности две разные формы они пропорциональны. То есть, если мы домножим одну форму на не квадрат из поля, то получим вторую. И поэтому группы изометрии у них одинаковые. Поэтому в этом случае у нас будет только одна в нечетной размерности будет одна ортогональная группа. S это ортогональная матрица определителя 1. Но группа SO вообще говоря не будет совершенной. Ее коммутант имеет индекс 2. То есть, вот нам надо взять коммутант, профакторизовать. Получится группа, которая обозначается символом омега. И профакторизовать по центру. Ну, а в четной размерности две неэквивалентные формы они непропорциональны. Поэтому вот их различают ставить знак плюс, знак минус. Ну, и ситуация точно такая-то. Опять берем специальную ортогональную группу, берем коммутант, профакторизуем по центру. И получается два типа ортогональных групп в четной размерности. Ну, и вот в 2014 году в 18 издании по русской тетради Киара Тамбуриня поставила следующую задачу. Задача стояла о описании 2-3 порожденных конечных проспект и неамелевых групп. Ну, или же наоборот описание не 2-3 порожденных. То есть оказывается, что на самом деле не быть 2-3 порожденной группы это некоторое специальное свойство, довольно исключительное и проще дать список тех групп, которые не являются 2-3 порожденными. Но сам список в Кауровской тетради не появлялся. Была отсылка на слайды моего доклада на МАТС-конференции 2013 года. Если быть совсем честным, в том списке, который был на первоначальных слайдах, одна группа все-таки была пропущена. Унитарная группа в размере с 3-0 от 25 элементов. Если вы посмотрите на этот список, здесь у нас есть в первых трех сериях это три бесконечные группы, симпатические в разменности 4, над полями характеристики 2 и 3. Третья серия это скрученные группы типа B2, то же самое группы Сузуки. И конечный набор исключений, которые здесь перечислены. соответствующая задача исследовалась задолго до того, как она была сформулирована. И я еще о хронологии открытия в этой области скажу дальше. А почему же этот список появился именно в 2014 году? Потому что вот как раз к моменту, когда эта задача была сформулирована, про все перечисленные здесь группы уже умели доказать, что они не являются 2-3 порожденными. На самом деле доказать, что группа не является 2-3 порожденной иногда гораздо сложнее, чем доказать, что какая-то группа является 2-3 порожденной. Ну и вот к такому моменту, когда не 2-3 порожденной сети групп была установлена, появилось уже довольно сильное убеждение, что все исключения найдены. И сегодня стараюсь объяснить, что это действительно так. что было известно. На самом деле доказательство этого результата заняло чисто более 100 лет. Первый результат был известен к 19-го века. Он довольно стереально следует из того, что модулярная группа является 2-3 порожденной, то 2-3 2 над полем элементов за 2-3 порожденной. Следующий пример это знак переменной группы. Для них в 1901 году Миллер установил, что за тремя исключениями А6, А7, А8 эти группы являются 2-3 порожденной. Спорадические группы на 2-3 порождение тоже были полностью изучены. Там была серия работ нескольких авторов. Основной вклад внес Уолтер. Это последняя работа, которая завершила задачу для спорадических групп. Это работа Уолтера в 1989 годах среди 26 порожденных 4 исключения группа Матье и группа Маклава. А вот уже упомянутая серия групп Сузуки эти группы не 2-3 порождены по простой причине. Это единственные группы конечные простые неабельные группы, порядка которых на тройку не верится. С элемента 3 нету. Поэтому здесь все просто. Так. В положительном направлении уже было известно, что остальные для исключительных групп типа не классических серий порожденных проектирует утверждение об их 20 порожденностей. Были работы Майли, причем там на самом деле устанавливалось даже не 20, для некоторых серий устанавливалось не только 20 порожденностей, а более сильное утверждение доказалось даже и горвицовость. А для больших исключительных групп типа все другие топки Майли и Любика здесь только про 2-3 порождение. Горвицовость там пока еще неизвестна. Был еще известен некий набор сравнительно небольших групп, про которые удалось доказать, что они не 2-3 порождены. Они возникали в маленьких рангах, в маленьких характеристиках. Первые два примера на самом деле следуют из результатов Миллера. То есть нестандартные изоморфизмы линейной группы знакопеременных. Вот. И в 2006 году Любик и Шалев нашли еще 2 бесконечные серии не 2-3 порожденных групп. Это симпатические группы в размерстве 4 над полями характеристики 2-3. На самом деле здесь интересная ситуация. За несколько лет до этого симпатические группы четырехмерные рассматривались в положительном направлении в работе Марины Котцовой и Ирины Демартина. И они доказали, что как раз если характеристика не 2 и не 3, то эти группы 2-3 порождены. И они понимали, что их метод в характеристике 2 и 3 не работает. Но они не обратили внимания, что это не проблема метода, а на самом деле группы не 2-3 порожденных. На самом деле доказательство не 2-3 порожденных было не слишком сложным. Мы просто пустили возможность завершить этот случай полностью и закрыли его Лебек и Шалек. Но на самом деле вот эта работа 1996 года, она интересна не результатом про фактические группы, а это одна из первых работ, которая открыла такое направление, как вероятностная теория групп. Там были разработаны вероятностные методы как раз в отношении классических групп. Что сделали Лебек и Шалек. Давайте зафиксируем какую-то группу классической серии, но вот не четырехмерная симпатическая только. И будем случайным образом выбирать элементы порядка 2 и 3. И смотреть, когда они порождают всю группу, когда не порождают. Да, выбираем равномерно. То есть вот этот результат, если мы хотим посчитать долю тех 2-3 пар, которые порождают всю группу среди всех 2-3 пар, можно просто интерпретировать как вероятность того, что случайная выборная пара порождает эту группу. Нехорошо написано условно вероятность квадратная единица это дано. Нет. Так не может быть, иначе мы переставим и ставим вероятность от 0 и ну ну да 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 вот запись действительно как условная вероятность так вот оказалось, что асимпетатическая вероятность стремится к единице вот если мы не пробегаем 4-мерные симпатические группа а симпетическая группа все равно оказалась такой довольно исключительной там тоже можно соответствующую вероятность посчитать ну только да если мы исключаем характеристики 2-3 где мы знаем что они не 2-3 порождены а у всех остальных характеристиках соответствующая вероятность будет 1-2 то есть грубо говоря половина половина 2-3 порождает половина не порождает вот но этот результат носил асимптотическую природу и там никаких явных констант в достаточных членах асимптотики Либик и Шалер не выписывали то есть в принципе отсюда следует что среди классических групп если есть исключения то их конечное число в каких-то малых рангах маленькими полями но насколько мало должен быть ранг насколько маленькое должно быть поле напрямую из результатов Либик и Шалер не следовало ну и кроме того теорема говорит что образующих довольно много но никакой информации о конкретном образующих не дает чисто в виде теоремы существования а группа исключительного диплом про них известный такой а не два три вождены это я упоминал вероятности данная техника точно позволяет считать сейчас я так вот на память на на скидку не скажу получается равенность 1 или нет но в принципе это можно сделать может ты точно гарантируешь что контрпримеров конечно столь нет исключительных там просто известно что два тропольного то есть там конца примеров не будет так ну и вот было лет 15 некоторых затишек а потом стали появляться те исключительные случаи в которых ответ отрицательный скажем унитарная группа в размерности 5 на поле из 4 элементов унитарная группа в размерности 4 на поле из 9 элементов вот единственное исключение которое появляется в характеристике 5 которое было распропущено в моих старых слайдах вот и два два примера с ортогональными группами здесь еще наверное интересно как вот эти примеры были найдены вот изотстат Либика и Шалева говорит что со синтетической точки зрения все хорошо да если у нас группа большая то вероятность 2-3 пары проходит близка к единицы но на самом деле вот есть некий экспериментальный факт конечно не стройбуют людей но вычисления показывают что на самом деле если группа 2-3 порождена соответствующей вероятности 0 то она на самом деле хорошо отделена от 0 то есть вот если начинать перебирать группу маленького рарда над маленькими полями и эта группа является 2-3 порожденной случайным образом выбираем элемент порядка 2 элемент порядка 3 и за сравнительно небольшое число итераций и спрашиваем а порождать если группу нет небольшое число итераций не больше пары десятков точно обычно образующие находят пара образующих находится соответственно если наоборот мы считаем долго-долго перебираем и образующие никак не находятся то это наводит на мысль что скорее всего их там вообще и нет и вот так как раз эти два примера ортогональные были найдены ну и потом уже было получено аккуратное доказательство компьютерное что эти группы не 2-3 порождены то есть сначала компьютер все это делает ну вот опять же сначала компьютер нас убеждает какой должен быть ответ еще не доказывает а вот если ему какие-то пары не нравятся они сильно не порождают или непонятно при помощи компьютера там для задней пары можно проверить порождает она группу или нет алгоритм вероятность ну там вероятность ошибки не большая алгоритмы достаточно надежные вот но там если образующие никак не находятся то скорее всего сигнал что действительно их просто и нет вот правильный вопрос там насколько все здесь компьютерно зависимо компьютерно независимо вот я для примера привожу здесь порядки групп которые на этой станечке возникали ну вот первые четыре в принципе поддаются компьютерному перебору то есть на самом деле вот даже для омега плюс над полем из двух элементов можно организовать некий перебор и убедиться что группа не два-три порождена вот но можно дать компьютеру независимую серию но вот уже для омега плюс над полем из трех элементов порядок группа таков что никакого чисто компьютерного доказательства здесь ожидать не приходится слишком большой перебор но вот это то что было известно в отрицательном направлении а в положительном направлении ну вот для линейных групп ответ на конь что у нас исключение в размерстве два полем из девяти элементов да ну и на самом деле поскольку удобнее работать с матрицами то в положительном направлении надо доказывать что сл не проективная группа а специальная мнение группы 2-3 порождена ну а тогда и проективная тоже будет как следствие порожденной вот здесь еще два исключения возникают история доказательства такая вот для n равно 2 теорема была доказана магбетом магбетом в 69 году санкинии и табуринии сделали для произвольного поля и для n больше и табуринии и приблизительно в то же самое время именно демартина и Николай Александрович Бавилов сделали для n больше и табуринии но с некоторыми исключениями на размер поля с характеристикой не 2 и не поле из 3 элементов была на это причина на самом деле несмотря на то что кажется что результат демартина и Бавилова сильнее чем результат санкинии и табуринии на самом деле нет вообще вот все методы о которых я сейчас буду говорить это методы уже эффективные то есть здесь явно предъявляются образующие доказаны не просто теорема существования а явное описание образующих да про классические группы я успею завершить спасибо но 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 техника демартина и Бавилова была привязана исключительно к группам над конечными полями только конечные группы вот у санкинии и там гуринии методы поле общие они вообще годились для линейных групп над конечно порожденными кольцами ну правда чтобы говорить о группе которая порождает в случае произвольного конечно порожденного кольца надо специальную линейную группу заменить на элементарную группу порожденную трансфекцией для конечного поля элементарная группа и специальная линейная группа совпадают поэтому то же самое получается то есть результаты санкинии и тумбрии верны были и над бесконечными полицами ну там правда нижняя оценка там зависит на самом деле от числа образующих в этом кольце ну и дальше вот в серии перечисленных работ закрывались оставшиеся случаи и в 2016 году случай линейных групп был разобран полностью с классическими группами опять же были известны ранние работы санкинии и тумбрии которые говорили что все хорошо если размерность достаточно велика ну и в принципе после этого оставалось опять же законченное конечность размерностей ну правда там можно было перемирать их от одно хотя это единообразное доказательство которое работает во всех размерах всех ну и вот эта программа была реализована в серии работ к ягодам в ирине и марках в билигрине унитарные группы они завершили в двадцатом году а симплитические в двадцать втором вот автогональные группы более больше чем трех элементов сделали в двадцать третьем нечетной нечетной размерности автогональной группы статья принята в печать и буквально месяц назад Монкера Думбирине анонсировала и оставшиеся случаи автогональной группы в четной разменности я честно скажу все детали я еще до конца в этом доказательстве не проверил но верю что все там должно быть в порядке вот на этом эта программа с двадцать порожденными группами может быть может считать ее совершенной 4 минуты тогда я просто быстро скажу что происходит с группами напомню определение первые примеры опять же были известны классикам P2.7 P2.8 P2.13 потом была пауза лет на 60 вот теорема Монкбета P2.2 Пу Бурлицева над в каждой характеристике только одно поле может возникать либо порядка P либо порядка P в кубе в размерности 3 Коин показал что все группы группы которые там возникают они имеют они совпадают с группами списка макбета не забывай на них и после этого у ряда специалистов возникло предположение что он среди Гурлицева группы редкий вот и даже Николай Александрович Павилов кто в этой области занимался он признавался что долгое время считал что Гурлицева это такое исключительное свойство оказалось нет Гурлицева групп тоже достаточно много и вот первый сигнал в этом направлении это теорема Комбера говорит что почти все знакопеременные группы Гурлицева то есть оценка 168 и эта оценка точная потому что а167 не Гурлицева на самом деле Кондерс делал больше он и для меньших значений он получил полный список групп среди знакопеременных я все не буду эти индексы перечислять еще для меньших значений н из 162 подходят самая маленькая из них 15 для линейных групп ситуация тоже похожа если разменность большая то все хорошо но слишком большая несколько сотен в промежуточной ситуации оказывается непонятно что происходит вот оценка была в свое время улучшена сейчас мы знаем ответ для 252 ну и так же как со знакопеременными в меньших рангах тоже есть положительные результаты вот самый маленький из известных разменностей это размера 49 сл 49q упорвется при любом ухе опять-то похожие результаты есть для классических серий начиная с достаточно большой размерности и там же можно было похожие результаты есть для 2-3к порождения вот я уже говорил что результаты малия 90-х годов они были не только про 2-3к порождения но и про ужасовость для маленьких исключительных групп маленьких серий ответ известен для больших F4 есть скрученные там мало что известно последние результаты только такие в маленьких характеристиках ответы отрицательные есть какие-то примеры для которых умеет доказывать скорость связи но в общем лучше неизвестно тогда еще одну просто гипотезу упомяну Винцентре Залецке показали что если Q не сравним с единицей по мудрую 7 то группа 12 Q не бурвится а поведем это тоже есть гипотеза что если Q сравним с единицей по мудрую 7 то если 12 Q будет бурвится с разместа 12 уже появляются примеры до 12 нет давайте поблагодарим за тачку вопросы комментарии а как не паничес вы докладно вы вчера хотите прокомментировать почему я я просто доволен что вы получили замечательные результаты наш результат с Максимом Александровичем уже не остановиться условно условно только по модуру классификации конечно спасибо гриб а про все конечные простые группы известно что они порождены хоть какими-то двумя элементами да есть самый сильный результат что всякая конечная нябелева конечная простая группа порождена элементом порядка 2 элементом простого порядка там даже еще такой результат для каждого элемента конечной простой группы можно найти пару такую что эти два элемента породят всю группу второе непонятно какого порядка конечно полутора прожжем такой вопрос а вот гурвицева для ESL и PSL это одно это уже из гурвицева для ESL следует гурвицева для PSL но не наоборот а наоборот наоборот нет вот пример Мамбета ESL2 не гурвицева потому что в ESL2 нету не центральной конволюции а по ESL2 какими-то полями будет гурвицева это уже простые группы я понимаю что из-за гурвицева следует а вот если они не для простых же против следует то наоборот я не думаю потому что здесь они не простые группы нет но потому что проще работать с матрицами и из гурвицева с квазипростой групп следует гурвицева простых из гурвицева нет не следует нет не следует пропрессия не будет напрямую это следовать что не будет гурвицев в том случае но есть до размерности 7 более-менее представляем как гурвицева будет устроена там есть классификация как я в тумбурине занималась залезки я черти дальше нынешняя техника не позволяет а вот когда неявным образом 2-3 порождающие элементы развесно к этим классам сутриженности принадлежат это более сложный вопрос в маленьких размерностях какие-то случаи по-видимому можно исключить если ответ отрицательный но в такой постановке более-менее верно ли что для любого класса инволюции для любого класса элементы порядка 3 из этих классов можно быть пару образующих такая задача не рассматривалась опять же по-видимому а вот синтетические оценки не означают что если вероятность единица например это не означает что это нет не означает у нас одна минута до следующего доклада давайте дискуссию все очень прошу прощения не означает что это